Состояние второго чёрного ящика немецкого самолёта, найденного на месте крушения лайнера, позволяет надеяться на возможность использования его данных, сообщил прокурор Марселя Брис Робен. Содержание самописца было найдено через неделю после трагедии. Ранее удалось обнаружить лишь его пустой корпус. Первый чёрный ящик нашли сразу же после катастрофы. Экспертам удалось расшифровать содержащуюся в нём аудиозапись, происходящего в салоне и пилотской кабине. Второй чёрный ящик, судя по всему, побывал в огне. Он весь почернел, рассказал прокурор Марселя. Как вы знаете, он содержит данные около 500 параметров полёта, в том числе данные о скорости самолёта, набранной им высоте, работе двигателя, а также данные о действиях пилотов и различных режимах пилотирования самолёта. Брис Робен сообщил также, что самописец доставят в Париж и передадут экспертам. После расшифровки первого чёрного ящика подозрение в умышленном уничтожении лайнера пало на второго пилота Андреаса Лубица. Из Дюссельдорфа сообщили о результатах обследования его компьютера. По данным немецкой прокуратуры, Лубиц искал в интернете информацию о работе системы защиты в кабине пилотов и способах самоубийства. Эксперты уже выявили 150 ДНК из почти 3000 фрагментов останков, найденных на месте катастрофы. Теперь предстоит их идентифицировать.